Боже, кто до нас завитал? Щойно, щойно в студию прямого эфира программы «Подъем». Открылись двери. И зайшла девчина, яка имеет две квартиры на оболоне и досы не замужем. Але мова зараз не про ней. Наши глядчики, может быть, больше цикавить той молодой человек, за кем она завитала. Это наш рыбак, у нас живется в студии и говорит на фотографии из эфира, и говорит, а это известный парень? Ну да, этот парень называется «Земфира» и он, в принципе, и дичем. Доброго ранку всем, анонсованный Саша Рыбак, Олександр Игорович Рыбак, я попрошу. Саша Рыбак, Зелесаша. Переможец Евробачення конкурсу співаків Евробачення 2009. Саша, дякую, что завитал. Мы знаем, что ты сразу с колес и, в принципе, молодой, что приехал. Знаешь, я с песнями Матурман. Что делал в Криму? Да, потому что ты из Крима. Что делал в Криму? В российском, хотя по-наресском. А, да, по-наресском. Ну, сейчас мы круглосуточно работали с Кримом. И я очень-очень-очень доволен. Да. Клип, новая песня. Ну, всегда. Как называется клип и песня, соответственно? Скажи, пожалуйста, два слова. Небеса Европы. Это я сам сочинил, но меня, конечно, могли перевести текст. А по-русски будет? Ну, да, ну, да. Если бы я текст русский писал, то бы вышел Саша погулять и на скрипе писал. Ну, реально, очень-очень-очень красивый текст. И про Европу, что, типа, я хочу быть все время везде в Европе, в каждой стране. Получается только в одной стране. А Мальты? Возьми венскую визу и будешь. Саша, в Крым ты прилетел с Мальты. Что ты делал на Мальтах? На Мальте? На Мальтах? Это острова такие. В Мальте что делал? Отдыхал, играл, пел, купался. Подожди, на Мальте у тебя был концерт. Концерт. Ну, концерт, корпоратив, тиви-шоу, ну, съемка. Я сейчас пробую всегда... В прошлом году гораздо легче было. Когда все все время спрашивают, вот так просили меня сюда, приехать сюда. А сейчас вот я сам звоню, типа, как этого. Помните, вчера, я вчера говорю, помните, в прошлом году? Когда мы говорили, это я. Ну, как бы, как приехать. Я там могу сам найти какую-то гостиницу, я знаю. Давай мы за него сейчас позвоним, скажем нашим зрителям. Шановные глядячи, справа в том, что, якого числа? 19. 19 жовтня відбудется грандиозный концерт, в якому візьму участие Олександр Рыбак и наш співак, заслуженный артист Украины Виталий Козловский. Вони будут найяскравішим перфомансом цього шоу, но во время этого концерта будет еще какая-то у вас определенная миссия. Расскажи, пожалуйста, по поводу концерта. Про детей, особо одаренных, и те, из которых школа-интерната имени Лесенко. Как вы будете с ними сотрудничать? Мы уже посетили школу, и я вообще в восторге. Уровень совсем другой, чем в Норвегии. А что за школа была? Ну, это ты сам знаешь лучше. Лесенко-школа, интернат имени Лесенко. Биваются очень талантливые дети, которые Саше уже понравилось. Так, вы с ними пообщались, они будут выступать у вас на концерте, правильно? 19 жовтня концерт Будемо. 19 октября, спасибо. Без смысла в руки? А вот так я никакой не промоутер, я артист. Так ты не промоутер, мы их промотируем. Мы просто интересны, что будет на концерте. Кроме тебя и Виталика Козловского. А еще будут дети? Будут дети, и взрослые. И взрослые, да. С родителями. Бальчишки и девчонки. А также их родители. Очень разнообразный концерт будет. Я хочу показать мою классическую сторону. Фух, вот, и об этом мне кажется. Да, классическая сторону. Ну, получилось так, что я стал эстрадным, эстрадным певцем. Ну, пусть эстрадную музыку. Людям нравится, я пою. У нас есть клип Александра Рыбака. So, let's have a look. У вас, Оленька, есть клип. Да, давайте посмотрим, что клип Александра Рыбака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА